Шмон И мы начинаем комментарий с того, что на восьмой день призвал Моисей и Аарона, и сыновей, и они начали первое служение в Скинии, первое торжественное служение после тщательной подготовки священников Аарона, его сыновей, Надава и Авеу. И вот они делают все, как сказал Господь, ни в чем не отклоняясь, принесли жертвы, жертвы всесожжения, и Бог принимает эти жертвы, и Он сходит в огне, огнем сходит на жертву. И была сильная радость, народ начал поклоняться, все восклицали от радости. Наверное, это было очень шумно, да, то есть евреи, они очень такие эмоциональные. Вообще восточные народы, они обычно очень эмоциональные, как мы знаем, да, горячая кровь. Это хорошо, слава Богу. И вот, среди этого праздника уже все произошло, все получилось, все радуются. И тут сыновья Аарона, Надав и Авеут, сыновья Аарона взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И здесь мы понимаем, что случилась трагедия, никто не ожидал, что так будет. И сыновья Аарона сто процентов не ожидали такого исхода, они не ожидали такого результата. Конечно же, все очень сильно огорчились, и этот замечательный праздник, он был омрачен смертью двух сыновей Аарона. Но Бог сказал, чтобы Аарон и его семья, они не были в трауре, а народ, да, пожалуйста, вот вы можете оплакивать их. И также, сразу же после этого, Господь сказал Аарону, лично Аарону, о том, чтобы, когда священник входит в скинию собрания, или приступает к жертвеннику, что нельзя пить вина, наверное, это было взаимосвязано, да, то есть неспроста это повеление. Нельзя пить вина, когда происходит служение в скинии, когда священник входит в скинию, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, от несвященного, и нечистое от чистого. Это почему объясняется, Бог сразу говорит, почему. То есть человек, выпивший вина, он, ну, скажем так, он может выпить, неважно сколько, но может прийти момент, когда у него появится такое понимание, какая разница. И почему же погибли эти сыновья? Да, ну, во-первых, они нарушили, то есть они приступили, они совершили преступление, они нарушили этот Божий порядок, которым их обучали семь дней. Семь дней глубокого тренинга, вот в наши дни, сказали бы, да, они даже из скини не выходили все эти семь дней, их ежедневно обучали всем тонкостям, всем премудростям, как все точно нужно делать, практиковались в этом. Но, как иногда бывает у молодых людей, мы знаем, как лучше, мы молодые, у нас есть своя версия. И, скорее всего, это был грех непочтения, грех непочтения к папе Аарону, грех непочтения к дяде Моисею и непочтения к Богу. И за это были очень жестоко наказаны, то есть сразу же Бог очень жестко наказал, показав всем остальным священникам, что это не шутки. Служение Богу это не шутки, это серьезно. И если Бог так сказал, то нужно делать так, как Бог сказал, а не придумывать себе что-то свое. И эта глава, можно сказать, легендарная глава, и в этой главе есть предписание о чистых и нечистых животных. И мы вчера на домашней группе, у нас была такая очень жаркая дискуссия, мы очень активно об этом общались, у каждого было что сказать. Кто-то говорил спокойно, кто-то очень эмоционально отстаивал свое мнение, с повагой, с уважением друг к другу. Кто-то за, кто-то против. Интересно было, что проявился почти каждый человек. Каждый человек смог сказать свое мнение, кто-то больше, кто-то был активней. Естественно, как всегда. И, ну, можно сказать, это как библейский кашрут. Мы знаем, кошер, кошерно, не кошерно, это в раввинистическом иудаизме. В Библии мы находим такое, что чистые и нечистые животные, которые нам можно есть. А Бог говорит, а вот этих не нужно вам есть. Ну, тут не сказано, что вот ты съешь, вот как Адаму было сказано. Вот этот плод съешь, он тебе нельзя есть. Если съешь, смертью умрешь. Здесь так не сказано. Сказано, вот эти можно вам есть, а вот эти вам не нужно есть. Далее мы знаем, что пророк Исаия в 56 главе, очень Бог через пророка Исаия, если вы внимательно прочитаете 56 главу, очень категорично говорит о нечистых животных. И, конечно же, когда мы говорим о нечистых животных, то есть одно нечистое животное, которое является символом этих нечистых животных. И любого у вас, если спрошу, вы мне скажете один и тот же ответ, скорее всего. И интересно, что один человек вчера, он пришел в гости, он был впервые, и высказывались мнения за, против, можно, не можно. Вот он, видно, он такой смухленький человек, восточный. И он сказал, ну как можно это есть? Это харам. Для меня это новое слово. Про кашрут я знаю, а харам это что-то новенькое. Он сказал свое мнение, потом дискуссия продолжалась. Но мне стало интересно, я стал выяснять, что же такое харам. Я гугл в помощь. Да, я посмотрел в гугле. И мы знаем, конечно, что есть, то есть у нас иудеохристианские ценности, скажем так, да. Но с нами еще в аврамические религии есть еще и мусульмане, да. И мы все знаем, что мусульмане, они тоже отвергают свинину, нечистых животных. Вот особенно свинина для них запрещена. И харам это как некошерно, даже более категорично звучит. Это нечистое, это даже совсем неприемлемо. И у меня такое вот мнение, что... А вот интересно, что в христианстве, в христианстве более лояльное отношение вообще к этому, скажем так, продукту национального значения в нашей стране, например, да. А мусульмане и евреи соблюдающие, да. То есть для них это ни в коем случае. И одна сестра сказала, ну а как же слова Христа, не то, что входит в человека, оскверняют, а то, что выходит из сердца, то оскверняют. И я, ну, немножко даже как где-то так проигнорировал это, но потом Дух Святой мне это напомнил. Я когда пришел домой, ну ведь правда, Христос сказал эти слова. То есть он, разве он отменил это? Отменил вот этот библейский кашрут. И мы знаем, я также когда изучал, изучал вот это понятие харам, то там есть такое понимание, что у мусульман, и мы знаем также у евреев, если, например, еврею, там, если человеку угрожает смерть, да, ничего больше другого нет, есть только нечистая пища. Ну тогда, чтобы выжить, есть, ешь нечистую пищу. И обратное, кстати, антоним слова харам у арабов это халяль. И, кстати, вот интересно, что на продукты, на кошерные продукты, мы, наверное, видели в супермаркетах, ставят такую печать, кошер, да, кошер. А в арабских странах они ставят печать халяль. Это немножечко напоминает, вот у нас есть ДСТУ, да, стандарт качества, но ДСТУ это совсем другое. Никакой раввин и никакой имам никогда не поставят на свинину печать. Ну, очистили же уже все, врачи проверили, все чисто, все хорошо. И интересно, что, когда я был в Венгрии, оказывается, в Венгрии вывели особый род, породу свиньи, ее даже называют овцы-свинья, не очень длинная шерсть. Вы, конечно, все слышали такое выражение, волк в овечьей шкуре. Так вот, это свинья в овечьей шкуре, у нее очень длинная шерсть. Если вам интересно, то вы просто наберите венгерская свинья, и вы сразу найдете об этом информацию. И мне сказали, когда я был в Венгрии, это кошерная свинья, это можно есть. И тот человек, который мне предложил, так украдко на меня посматривал, будет есть или нет. Я не стал. Была проверочка, скажем так. Иногда бывает так, что по незнанию я ем свинину. Вот я не знал. А теща такой вкусный борщ приготовила. Ну, а потом я узнал, что это была свинина. Ну, уже все произошло. У меня очень хорошая теща, очень заботливый человек. Я к ней очень уважительно отношусь. Ну, у нее свои понятия. Но когда у меня, у меня, лично у меня сознательный выбор, есть свинину или что-то другое, то я выбираю другое. Обычно птицу, индюшатину, курятину. Ведь много всего есть. Говядину. А ну, говядина же дороже стоит. Ну, выбор за нами. И все-таки хочется, да? Ну, так что? Можно, не можно? Дай уже окончательный, правильный ответ. Да, не мучай нас. Я бы вам предложил просто исследовать описание. И пусть вам дух лично каждому персонально откроет. Вам это надо? Недавно здесь, в прошлом году, по-моему, был у нас Вассерман, пастор Дмитрий Бадю. И Вассерман, Леонид Вассерман, он очень так однозначно сказал насчет свинины. Можете посмотреть на нашем ютубе, на нашем сайте в ютубе. Мне было интересно это услышать. Все-таки выбор, выбор лично за каждым из нас. И это, пусть это будет вашим домашним заданием. Да, исследуйте описание, и Бог вам откроет. Как вам с этим быть? И в завершении, в завершении я просто прочитаю стихи из книги Левит, Вайкра. Два стиха. То есть Бог говорит. Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы. Ибо я Господь, Бог ваш, свят. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Чтобы отличать чистое от нечистого. И животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Аминь. 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 Аминь.